Время новостей на ЛРТ в студии Ирина Михайлюк. Здравствуйте! И вот основные темы этого дня. Шесть китов благоустройства и пожелания жителей – залог удачного преобразования городских дворов. Как все учесть, обсудили на публичных слушаниях. Люберецкая лыжня 2015 стартовала в пятый раз. На сей раз спортсмены собрались в Наташинском парке. Масленичная неделя началась. В преддверии Великого поста окунуться в атмосферу бесшабашного веселья и отведать блинов люберчане могут в городских скверах. А теперь об этом и не только более подробно. За последнее время на территории района отмечается рост преступлений, связанных со сбытом наркотических средств. Какие еще проблемы были затронуты на оперативном совещании, расскажет наш корреспондент. За минувшую неделю на пульт дежурной части поступило 1050 обращений. По горячим следам раскрыто 72 преступления. Из них 19 связаны с оборотом наркотических веществ. Очень много сейчас за последнее время в Москве и Московской области увеличились разбойные нападения как на жилые дома, на граждан вывозятся, воруются там практически вплоть до того, что раковины вывозятся, ванны и так далее, и так далее. То есть обращаю на это внимание. За минувшую неделю пожарные осуществили 23 выезда. Ликвидировано три возгорания. Один пожар произошел на территории городского округа Котельники, на территории строительной площадки. Сгорело пять строительных вагончиков. Один пожар произошел на территории города Люберцы, улица Митрофанова, дом 11, магазин. Один пожар произошел на территории ГСК-17, поселок Малахково. В единую дежурную диспетчерскую службу за неделю поступило 48 обращений жителей. Это на 53 звонка меньше, чем в текущий период прошлого года. Из 48 обращений 20 связано с вопросами жилищно-коммунального хозяйства. 9 обращений поступило по вопросам уличного освещения вдоль дорог. 7 по вопросам содержания дорог, содержания тротуаров. Глава дал поручение ответственным организациям устранить нарекания и замечания, поступающие от жителей. Тех, кого касаются вот те вопросы, которые озвучил Дмитрий Юрьевич в плане наледей, снега, мусора, мне просто просьба фиксировать и эти все вопросы устранять. Потому что неудобно, когда он называет, проходит неделя и решения никакие не приняты. Поэтому просьба, то, что озвучивается, этими вопросами надо заниматься. В конце совещания Владимир Ружицкий напомнил, что 19 февраля в 15.00 в конференц-зале администрации состоится отчет главы города Люберцы и Люберецкого района. Посетить мероприятие может каждый желающий. Раду Гурдиш, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. Плановое совещание рабочей группы по вопросам привлечения инвестиций в проект модернизации систем водоотведения, тепло- и водоснабжения состоялось в городской администрации. В разговоре приняли участие заместители министра инвестиций и инноваций Московской области и представители потенциальных операторов-инвесторов. Ни для кого не секрет, что жилищно-коммунальный комплекс в целом является одной из самых проблемных отраслей народного хозяйства. В связи с этим губернаторам Московской области было дано поручение в корне изменить ситуацию. Понятно, что изменить ее можно только увеличив финансирование этой отрасли. А понятно, что сейчас из областного бюджета, да и даже из федерального бюджета, финансирование проектов ЖКХ крайне ограничено. То есть буквально на самое только необходимое выделяются деньги. Поэтому и была нам поставлена задача привлечения небюджетных источников финансирования. Для того, чтобы приступить к осуществлению данного проекта, необходимо составить дорожную карту. В Люберецком районе эта работа уже ведется. Намечены конкретные мероприятия и сроки их реализации. До 1 марта должны представить технические задания уже на согласование в министерстве. И в дальнейшем до 15-20 апреля должны актуализировать существующие схемы теплоснабжения и водоснабжения. Необходимо отметить, что привлечение частного капитала не приведет к увеличению тарифов. Инвестор делать этого не имеет права. А его затраты будут возмещены за счет увеличения эффективности работы предприятий и сроков окупаивости вложенных средств. Согласно плану, работа по разработке дорожной карты для реализации проекта модернизации ЖКХ Люберецкого района будет завершена в сентябре 2015 года. Ольга Щевелева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. Благоустройство дворов – дело серьезное. На сегодняшний день необходимо соблюсти размеры, учесть шесть основных критериев и индивидуальные пожелания жильцов. Напомню, новые требования начали действовать с начала этого года. Публичные слушания по благоустройству дворовых территорий города Люберцы прошли в 44-й гимназии. Насущные вопросы обсуждали представители администрации, управляющих компаний, жители и депутатский корпус. Начальник управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации Люберец Ольга Балашова отметила, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил всем главам муниципальных образований ежегодно благоустраивать не менее 10% дворовых территорий. На территории города Люберцы числится 657 дворовых территорий. Из них в этом году подлежат 66 дворов комплексному благоустройству. То есть это как раз 10%. С 1 января вступил в силу закон о благоустройстве Московской области. Теперь в каждом дворе должны в обязательном порядке присутствовать шесть элементов благоустройства. Озеленение пешеходных дорожек, освещение, детские и спортивные площадки, информационные стенды, площадки для сбора мусора, парковочные карманы. На тех придомовых территориях, где у нас еще не был выполнен капитальный ремонт, будет проведена замена асфальтового покрытия, проезжей части, обустроены тротуары и входные группы в подъезды. А также в места, где это возможно, будут, конечно же, обустраиваться дополнительные парковочные карманы. Стоит отметить, что согласно новому закону о благоустройстве регламентируется не только внешний облик дворовых территорий, но и размеры. Например, на двух жителей будет приходиться один квадратный метр детской площадки и 12 квадратов зеленых насаждений. А контейнерная площадка для мусора будет обслуживать до восьми подъездов жилого дома. При этом при благоустройстве в обязательном порядке учитываются пожелания местных жителей. Качественно отремонтированы, самое главное, отремонтированы так, чтобы этот ремонт устраивал тех жителей, которые во дворе в этом проживают. Во время слушаний по традиции прошел диалог с местными жителями. Были высказаны предложения по поводу будущего благоустройства дворовых территорий. В течение дня окна нельзя летом открыть. И постоянно летает пух. Деревья надо подрезать, ведь там же дети играют. И весь этот пух к ним цепляется. Надо сначала в первую очередь срезать, я считаю, деревья, а потом уже преображать нашу домовую территорию. Благоустройство на территории 66 дворов начнется в середине мая. Помимо этого в городе в течение весенне-летнего сезона будет высажено около полумиллиона цветов. Алексей Адамов, Кирилл Евгеньев, Раду Гурдиш, Люберецкое районное телевидение. Все больше так называемых персональных парковок появляется в Люберецких дворах. Самые активные жильцов устанавливают блокираторы, которые препятствуют въезду чужих автомобилей на облюбованное ими место. При этом они не знают или не хотят знать о том, что тем самым нарушают закон. Парковка напротив дома номер 21 в городке А – случай исключительный. Обычно в Люберецких дворах можно увидеть один или два блокиратора, а здесь их 22. Жильцы установили барьеры за свой счет, заняв всю территорию стоянки. Ограждение уже демонтировали по постановлению Госадомтехнадзора в прошлом году. Но автолюбители установили их вновь. Это долевая собственность. Что такое долевая собственность? Это то есть распоряжаются только собственники, жилья вот этой долевой собственности. Мы можем сдать ее в аренду, поставить тут магазин. Документов, подтверждающих, что парковка находится в общей долевой собственности, женщина так и не предоставила. А на руках у представителей Люберецкой управляющей компании новое предписание технической инспекции и постановление администрации города. Барьеры убрать. Есть требование закона Московской области, которое говорит четко статья, что без получения разрешения в основном порядке согласования с органами местного управления, а тут орган местного управления, администрация муниципального образования, городского поселения Люберц, без такого разрешения установка данных барьеров запрещена. Двор – это территория общего пользования, и действия жильцов расцениваются как самозахват земли. Однако, как только коммунальщики приступили к демонтажу ограждений, горожане оказались возмущены их действиями и попытались помешать. Я прошу защитить в области от 18-го, 12-го, 14-го, за номером 17-110-П, запрещается устанавливать цепи, шлагбаумы. Согласно предписанию Госадомтехнадзора, Люберецкая управляющая компания обязана демонтировать незаконно установленные барьеры до 16-го февраля. Наталья Григорьева, Андрей Плустунов, Люберецкое районное телевидение. Традиционный зимний спортивный праздник «Люберецкая лыжня-2015» впервые прошел на территории Наташинского парка. Сотни любителей лыжного спорта отважились на покорение расстояния в 2015 метров. Вместе с ними опробовал лыжную трассу и наш корреспондент Раду Гурдиеш. Кроме того, именно он знает, кому досталась победа. Началось мероприятие с построения участников и торжественного приветствия главы администрации района и города Владимира Ружицкого. У всех есть лыжи, палки, лыжня, мне сказали, уже сегодня пробита, сделана боль. Мурашкин лыжню сделал с утра, поэтому я думаю, что мы с вами встанем на лыжи и получим от этого удовольствие. А так, всех с праздником, доброго, хорошего настроения. На Люберецкую лыжню прибыли участники из всех городских поселений района. Первыми в забеге на дистанцию 2 километра 15 метров участвовали профессиональные спортсмены. Вторыми – администрация Люберецкого района. Ну и, наконец, третьими со стартовой позиции отправились представители администрации города. 300 человек – это официально зарегистрированные участники. Всего же мероприятие посетили более полутора тысяч человек. Глава тоже принял участие в заезде. Под номером 1 он проехал всю дистанцию, после чего поделился с нами своими впечатлениями. Мои ощущения, я получил огромное удовольствие, потому что только встал на лыжи. Во-первых, лыжи хорошие, а второе – они как бы сами скользят. И я даже один раз упал, потому что как-то я не… И скорость как бы была, и как-то я не сориентировался, потому что на самом деле очень хорошее скольжание. Кстати, у каждого участника была возможность проехать дистанцию дважды – в общекомандном зачете и в личном заезде. Так сделала и воспитательница детского сада Надежда Булаева. Лыжами занимаюсь давно, как любитель. Вот, научила своего внука, и с удовольствием мы на Волкушевском трассе по 20 километров по выходным с удовольствием проходим. И сейчас поучаствую, но не буду первая, может быть, буду какая-то пятая. Результаты соревнований озвучили сегодня на утреннем совещании в администрации. Почетное третье место в общекомандном зачете занял город Люберцы. Второе – Люберецкий район. Кубок победителей достался самой многочисленной команде. В утомительной, но справедливой борьбе за место под солнцем, под лыжным, заняла команда, действительно, та команда, которая заняла это место – это управление образованием. Поэтому руководитель управления образованием находится здесь. Победа, наверное, была ожидаема, потому что подготовка у наших, в общем-то, спортсменов, принявших участие, хорошая. Мы занимаемся спортом не один раз в год, а, в общем-то, регулярно, постоянно, и это дает свой успех. Хочется отметить, что Люберецкая лыжня проводится уже в пятый раз. И, как говорят сами организаторы, год от года интерес люберчан к спорту растет. Раду Гурдиш, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. И продолжаем праздничную тему. Все-таки положительные эмоции нам нужны, чтобы легче пережить нагрянувшие морозы. О скором приближении весны напоминает нам Масленица – самый веселый и сытный народный праздник. Большой радости и детей, и взрослых продолжаются гуляния в течение целой недели. 16 февраля до начала Великого поста для люберчан в библиотеках и парках района подготовлены всевозможные развлечения и театрализованные представления. Праздничная неделя именуется не иначе, как честная, широкая, веселая госпожа Масленица. До сих пор каждый день недели имеет свое название. В понедельник – встреча праздника, во вторник – заигрыш, среда – лакомка, четверг – разгуляй, пятница – тещины вечера, суббота – заловкины посиделки. И, наконец, воскресенье – это заключительный, прощенный день, когда просят покаяния у родных и знакомых, после чего весело поют и пляшут, тем самым провожая широкую Масленицу. 21 февраля в Центральном парке будет показано театрализованное шоу, а 22 февраля в главных парках города пройдут массовые гуляния. Это все новости к этому часу. С вами была Ирина Михайлюк. Информационная служба ЛРТ следит за всем, что происходит в Люберецком районе. Развитие событий в наших следующих выпусках не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова